На московском шоссе подрядчик обновил 800 метров проезжей части, тротуары и прилегающую территорию. Причем раньше срока. Гарантия на ремонт будет действовать в течение 4 лет. Сейчас необходимо смотреть, чтобы и гарантийные обязательства, потому что первое время самое сложное. Если посмотреть, где-то есть недоработки, их нужно исправлять, безусловно. Я думаю, что администрация города Орла тогда с подрядчиком вместе отработает. Ну и все сообщения от жителей, где есть какие-то вопросы, либо разъяснять, либо исправлять. На улице Ломоносова Андрей Клочков пообщался с жильцами дома номер 3А. Здесь недавно завершились работы по благоустройству местного двора. Качеством остались довольны. Посмотрите, какая красота. Уложили все. И скамеечки поставили, и асфальт положили. Замечательно. Мы очень благодарны. Для жителей окрестных домов благоустройство двора – это всегда праздник. Мы, в принципе, все очень любим наш город. И очень приятно, когда даже в маленьком уголке нашего города комфортно и удобно жить. Участок дороги между улицами Октябрьской и Максима Горького был принят в эксплуатацию 28 августа. Здесь губернатор отметил довольно редкое явление. При ремонте соседней территории подрядчик учел даже народные тропинки. Вопросов по состоянию не возникло. На сегодняшний день независимая лаборатория взяла анализы данного дорожного покрытия. По результатам установлено, что оно полностью соответствует всем нормативам. В любом случае подрядчик дал гарантию 4 года. В случае, возможно, дальнейшего обнаружения каких-либо недостатков, данные недостатки будут устраняться по гарантии. Кстати, уже до конца сентября на улице 60-летия Октября одним остановочным павильоном станет больше. На пересечении улицы Октябрь с 60-летия Октября есть остановка по требованию. Там никогда не было остановочного павильона. И вот сейчас по просьбе жителей окружающих домов мы его поставим. А так, в целом, это один из 11 объектов, которые запланированы в рамках реализации нацпроекта БКД на 2020 год. Реализацию контракта стоимостью почти 25 миллионов рублей оценили и на улице Розы-Люксембург. Все найденные недостатки здесь подрядчик уже устранил. Как отметил врач и общественник Валерий Амелюсик, качественный ремонт дорог и тротуаров – один из лучших способов предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Во многом дорожный травматизм зависит от качества дорожного покрытия, нанесения дорожной разметки и пешеходных ограничений. Поэтому хотелось, чтобы как можно больше улиц были выполнены качественно для наших жителей города Орла. Андрей Клочков также проверил ход работ второго этапа благоустройства сквера «Комсомольцев». В данный момент сквер «Комсомольцев» находится в самом разгаре благоустройства. Сейчас идет самый сложный этап работ – земельный. Подрядчик обещает закончить объект к 30 ноября, если не помешают погодные условия. Демонтажные работы уже позади. Готовится основание под тротуарную плитку. Идет прокладка коммуникаций для освещения. Как отметил глава региона, несмотря на трудности, связанные с пандемией, темпы облагораживания общественных территорий не должны снижаться. Буквально с 25 августа, чуть больше, чем за неделю, уже проделан большой массив работы. Сдачу подрядчику мы поставили и согласовали то, что у нас сохраняется весь объем зеленых насаждений. Вырубили здесь минимально, только аварийные деревья провели уже опиловку. Зонирование дорожек, сохранение дорожек, которые были для жителей. Об устройство запланированной спортивной площадки для занятий спортом. Сергей Прошкин, Влад Кольцов, телеканал Первый областной.